Привет друзья, с вами проект ferrum.com и я Сергей Шихайлов. Сегодня к нам в руки попал Pocketbook 622 Touch. Отличная читалка с широкими возможностями. На фронтальной панели устройства мы видим 6-дюймовый дисплей, а под ним ряды с четырех клавиш. Домой, следующая, предыдущая и вызов контекстного меню. Над кнопками расположен зеленый светодиод. Многие пользователи жалуются на его слишком ядерную подсветку. Благо, что его можно отключить программно через соответствующий пункт меню. Чуть выше лого Pocketbook. Верхние торец и ребра полностью пусты. Все самое интересное производитель разместил на нижнем торце. Здесь мы видим 3.5 миниджек, разъем microUSB, Reset-углубление, кардридер для microSIM-карт и кнопку включения блокировки гаджетов. Задняя панель, собственно, как и кнопки, выполнена из пластика softtouch и имеет черный крас. На ней красуется логотип OBRI фирменного книжного магазина компании. Книги там бывают всякие. И дешевые, и подороже. И художественная, и техническая литература. Фронтальная панель, ребра и торцы полуматовые. В целом корпус не маркий, ухватистый и приятный на ощупь. Габариты составляют 175, 115, 9,5 мм. Вес 195 грамм. Теперь о дисплее. Экран обладает великолепной цветопередачей. Черный здесь действительно черный. Семейству AMOLED-экранов есть чему поучиться. 3D-контент не поддерживается. Ну а если серьезно, то перед нами E-Ink Pearl Display. С диагональю 6 дюймов и разрешением 800 на 600. Сенсорный, емкостный и с поддержкой мультитач. К примеру, с помощью мультитач вы сможете пользоваться привычным жестом зуммирования, которому нас приучили современные сенсорные смартфоны и планшеты. Экран отображает до 16 градаций серого. Плотность пикселей 166 dpi. Устройство питается от аккумуляторов 1100 мАч. Этого хватит на неделю невероятно активного использования. При умеренном использовании цифра более приятна. Около месяца. Такая высокая энергоэффективность достигнута за счет использования E-Ink Pearl Display, который не отличается особым аппетитом относительно батареи. Сердце ридера. Процессор FreeScale с частотой 800 МГц. Также здесь есть 128 МБ ОЗУ и 2 ГБ для хранения данных, из которых пользователю доступно около половины этого пространства. Напомним, что объем доступной памяти вы можете легко расширить благодаря подключаемым картам формата microSD вплоть до 32 ГБ. Такой начинки будет вполне достаточно для чтения книг в 16 доступных форматах, просмотров изображений в 4 форматах, интернет браузинга и работы вшитых приложений, о которых мы поговорим немного позже. В устройстве отсутствует динамик, так что для прослушивания музыки и аудиокниг стоит запастись наушниками, ведь в комплекте они тоже не идут. Кстати о комплекте. Книжка поставляется в двухкомпонентной коробке. Внешняя кобура из белого картона и внутренняя зеленая коробка из толстого гофрированного картона. Внутри коробки расположено само устройство, кабель microUSB и краткая инструкция. Комплект поставки не самый широкий, он среднестатистичен, ведь именно с таким набором поставляется большинство современных ридеров. Несколько слов о софтверной составляющей гаджета. Главный экран состоит из двух частей. Вверху отображены последние события, а внизу окно с иконками главного меню. Это окно можно свернуть-развернуть по необходимости. Нижняя строка привитила в себе 4 стандартных значка. Дата и время, индикатор учетной записи Pocketbook, менеджер задач и индикатор батареи. Устройство поддерживает многозадачный режим, поэтому если коснуться иконки менеджера задач, вашему взору откроется список со всеми запущенными приложениями. Прямо отсюда все ненужные приложения можно закрыть с целью экономии объема доступной УЗУ. Разберем ситуацию при чтении книг. Для того, чтобы задействовать зуммирование, необходимо применить стандартный жест «щипок». Для перелистывания либо хардверные клавиши, либо жест листания. Для создания закладки достаточно коснуться правого верхнего угла экрана. Касание центральной части вызывает меню чтения. При нажатии на левую или правую крайнюю точку, ближе к рамке дисплея, устройство переворачивает страницы, а при косновении к левому верхнему углу полностью закрывает книгу. Отдельно отметим наличие предустановленных программ. Музыкальный плеер, который читает лишь mp3 файлы, словарь Ebbingo, забавная рисовалка Scribble, инженерный калькулятор, несколько игр вроде косынки, судоку и шахмат и интернет-браузер, который с горем пополам, но все же грузит даже анимированные интернет-страницы. Pocketbook 622 Touch весьма функциональная электронная книга. Она соединила в себе возможности читалки, mp3 плеера, средства для интернет-браузинга, ну и если можно так сказать, игровой приставки. Сегодня этот гаджет в Украине можно приобрести за 170 долларов США. С таким ценником у аппарата предостаточно конкурентов, но это, пожалуй, его единственный минус. Если хотите знать больше подробностей об этом гаджете, читайте наш текстовый обзор, ссылка на который находится в описании этого видео. Это был видеообзор Pocketbook 622 Touch на сайте fearum.com. Меня зовут Сергей Шихайлов, всем спасибо за просмотр, пока! В Украине можно приобрести за 150 вермошал. Она соединила в себе возможности читалки, mp3 плеера, интернет-средства. Она объединила в себе возможности читалки, имбат имбат плейра киска киска кедырка